Приветствую всех, с вами Алексей Пономарёв и программа, которая называется Art News. Новости искусства. Сегодня K-pop. Корейская волна, или как её называют, халлю, накрыла практически весь мир. От косметики до сериалов Netflix, ну и, конечно же, любимая всеми южнокорейская музыка. Нравится всем, кроме своих соседей Северной Кореи, в которой можно за прослушивание музыки загреметь на 15 лет в трудовой лагерь. K-pop – это популярный музыкальный жанр, происходящий из Южной Кореи. Он вобрал в себя элементы западного электропопа, танцевальной музыки, хип-хопа и современного ритмин-блюза. Звезд южнокорейской музыки называют айдолами. Современный K-pop появился в 90-х годах, когда Seo Tai and The Boys выпустили свой разрывной трек, который называется I Know. Первую строчку в чартах Южной Кореи он занимал 17 недель. Чем же отличаются исполнители музыки K-pop? В первую очередь группы насчитывают от 4 до 7 айдолов. Иногда их может быть гораздо больше. Например, в группе NCT – Neo-Cultural Technology – айдолов целых 23 человека. Гибридный звук. Корейские музыкальные элементы могут с легкостью сочетаться с западными музыкальными влияниями. Это хип-хоп, это фанк, это джаз. Уникальный стиль. Все K-pop-айдолы очень классно двигаются и имеют очень яркий внешний вид. Яркие волосы, яркий макияж, яркая одежда – вне зависимости от пола артиста. Систематическое обучение артистов начинается в возрасте 6 лет. Они интенсивно занимаются хореографией, вокалом, актерским мастерством и, конечно же, умением красиво говорить. Средний возраст артистов в K-pop-индустрии – от 16 до 28 лет. Потом парни идут в армию, а девушки в силу культа молодости в K-pop-индустрии не выдерживают конкуренции. Что касается самых популярных K-pop-групп, которые известны на весь мир – это, конечно же, BTS. Они стартанули в 2013 году. И группа BLACKPINK. Они начали свою деятельность в 2016 году. Стоит заметить, что BTS начали на 3 года ранее, но всемирную популярность получили на год позже, нежели женская группа BLACKPINK. Как же исчисляется их популярность? Да просто – они постоянно, регулярно, в топе чарта Billboard. Также в K-pop-индустрии есть такие популярные группы, как EXO. Этот южнокорейско-китайский бойс-бенд из 9 участников объединяет поп, хип-хоп и хаос-музыку в свои запоминающиеся мелодии. В конце 2014 года они стали самыми продаваемыми артистами года в Японии, а к 2017 году достигли мирового успеха. Girls' Generation – это корейская поп-группа, также известная как SNSD. Была образована SM Entertainment в 2002 году и состоит из 8 участников. Рекордное количество просмотров на платформе YouTube собрал клип группы BTS Dynamite, 1,3 миллиарда просмотров, выпущен год назад. Что же касается новичков K-pop, это Try.B, дебют февраль 2021 года, 7 участников, агентство TR Entertainment. Дебютная песня Doom Doom Ta, за 10 месяцев собрала 8,2 миллиона просмотров. Miraiya – дата дебюта март 2021 года, количество участников, 7, агентство DSP Media. Группа дебютировала с мини-альбомом и заглавной песней Killa, которая собрала 15 миллионов просмотров. Light Sum – дебют июнь 2021 года, количество участниц, 8, агентство Cube Entertainment. Девушки дебютировали с треком Vanilla, который собрал 19 миллионов просмотров за 6 месяцев. На мой взгляд, популярность ТикТока сегодня у молодежи напрямую зависит от популярности K-pop музыки. Подписывайтесь на наш канал, мы всегда готовим для вас интересные новости из области искусства. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok